Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и это мой новый персонаж, начал играть с нуля, видим что не коллекции, нет эффектов коллекции карт класса, мах с нуля. Там парнишка написал в комментариях, попросил меня записать гайдетский по магу с нуля, рассказать про локации, во что одевать, где фармить, я это буду сейчас делать. Итак, с чего начать? Ну появляешься ты на острове, проходишь свои первые квесты, берешь свою первую карту и отправляешься в Аден. Что первым делом мы делаем? Мы идем по квестам. Вот такие вот квесты, где у меня третья глава уже. За квесты дают очень неплохо опыта и очень хорошо Адены. Мы фармим Адену и тратим всю Адену на скиллы. Скиллы можно приобрести в любом городе, в любом поселении. Вот даже застава стражей 500 Адены стоит, телепорт туда. Вот такой вот торговец книг умений. У него мы покупаем книги на мага. Видим, мне осталось купить последнюю книгу, которую как бы меня не сильно запустит, но все равно надо ее купить. Основные книги купил, которые мог. Есть еще торговец книг и умений высокого качества. Вот видим такие книги. Одна 5 миллионов, вторая 27. Увеличение урона от всех стихий дается. Первая книга. Дальше скорость магии и урон от умений 10%. Но это в дальнейшем вы нафармите. Я, короче, шел по квесту, уперся в муравейник. Ну, у меня был такой стоковый посох, я подумал, а почему мне не скрафтить посох? Там вроде бы он-то стоит совсем недорого. Вот посох жизни на первое время очень хороший посох. Всего нужно дерево высокого качества 4. Как добывать их, где ресурсы? Очень просто. Нажимаем на любую локацию, нажимаем на монстров и смотрим. Вот с орков выпадает сталь. Бойцовский пес турек. С них выпадает кожа. В руинах страданий. В паучков выпадает ткань. Почему не шелк? Вот интересно, ткань именно выпадает. И самое, что меня, конечно, улыбнуло, можно сказать. Сосы выпадает дерево. Ну, это нормально, это Ла-2. Ла-2-М. Дерево я добыл в заброшенном лагере. Очень быстро, где-то полчаса я тут постоял. И я приобрел себе посох. Тут очень быстренько мобы падают. Видим, опыта мало, адены мало. Ну, для фарма дерево как раз сойдет. Я отправился дальше по квестам. Проходил квесты, покупал умения. И видим, что у меня убывает мое МП. Исчезает. То, что надо пересматривать самобичевание. Ну, а что я хочу? То, что у меня даже нет банального сета кармиан. Вот мы видим туника кармиан, перчатки кармиан, сапоги кармиан, диадема кармиан. Если вы соберете эти четыре вещи, вы получите буст еще кроме того, что... Вот, к примеру, сама вещь дает плюс пять защиты, восстановление МП, период четыре. Вы еще дополнительно, если соберете четыре вещи кармиан, вы получите буст защиты плюс три и плюс два МДР. Что очень есть хорошо. Также есть возможность заточить. Вот видим, такое наковальня плюс четыре. До четырех. После четырех вещь имеет шанс сломаться. И превратиться в кристаллы. До четырех заточить. Где брать заточки? Заточки мы берем... Мазин Адены и можем их приобрести. Но можно выбить в полях. Или лучше фармить Зарычей. Но если вы только начали, лучше туда не ссуваться. То, что вы умрете от одной масухи кого-то там. Но о Зарыче это отдельный разговор. Я потом расскажу, если будет надобность. В процессе игры, как бы. Давайте будем проходить основные задания. Фармить ресурсы. Наша первая очередная задача. Это достичь сороковый уровень. Чтобы нам открылся аукцион. Чтобы мы могли продавать на аукционе. Вы можете попродавать даже по 10 алмазов. Минимальная цена ставки на аукционе. Это 10 алмазов. Вы можете... Видим товары. До 30 товаров на одном аккаунте. Можно выставить на аукцион. Вы можете просто забить всякой всячиной. Только, к примеру, не всякой всячиной. От... То, что... Дает... Вот, к примеру, видим 10 алмазов. Коллекции. Это... Можно этим посохом закрыть коллекции. О коллекциях позже. Коллекции это дополнительный буст вашего персонажа. Коллекции закрываются при помощи разных вещей. Сейчас еще сделаем замерчик без удара пламени. Сколько у меня будет получаться на этой локации адены и опыта. И сколько банок расходоваться будет. Видим, что уменьшился расход зелий и исцеления. Ну, упало немножко опыта и... Фарм адены. Ну, а за счет того, что вы тратите меньше банок, вы фармите больше адены. Вы, то есть, сохраняете. У линейки адены это самое главное. Это как... Создание вещей. Перекрафчивание итемов. С одного итема в другой. Вот, с кожей мы делаем улучшенную кожу. С улучшенной кожей. Мы делаем кожу исключительного качества. И для этого всего нужна адена. Адена... Адену нужно фармить. Ну, так как мы начинающие игроки. Так как мы начали с нуля. Нам надо хотя бы собрать комплект кармиан. Хотя бы... Ну, за Элэсы я молчу, конечно. Элэсы это... Камни жизни. Вот, камни жизни. Вот такие камушки. Они дают шанс поиметь какой-то дополнительные статы, которые запустят вашего перса. Ну, в вашем случае это МП реген. Там восстановление МП 1 или 2. Ну, 2 это уже круто. Хотя бы восстановление МП 1. Это уже будет очень круто. Сейчас у меня Элэсиков нет, к сожалению. Элэсики, Элэсики. Их даже в ежедневном... Их даже в пропуске нет. А, вот Элэсики. Так, а до кого это числа? Это до конца года. До конца года. Ежедневный бонус. Вот, 10 Элэсиков мне на пятый день дадут. Вот это классный кубок. Очень хороший кубок. Его вам нужно получить. Если вы начнете играть. Он позволяет получить много опыта. И получить энергию Энхасад. Полторы тысячи. Ну, чтоб не соврать. Я не знаю. Наверное, уровень на 53. Уровень. Вот этот кубок целый уровень дают. Итак. На чем я остановился? Ну, я нафармил дерево. Скрафтил посох. Пошел дальше по квестам. Во. 365 тысяч есть. Получается, я уже скрафтил. Тунику и перчатку. Теперь. Еще осталось скрафтить. Сапоги и диадему кармиан. Сейчас мы создадим сапоги. Три улучшенной ткани, чтобы скрафтить. Нам нужно на одну ткань 50 тысяч адены. Ну, и понятно, что на три ткани нам нужно 150 тысяч адены. И так же нам нужна кожа. И создание самой вещи стоит 50 тысяч адены. Итого 350 тысяч. Это одна вещь. О, как раз вот эти ботиночки добавим в коллекции. Видим коллекцию. Если собрать коллекцию, коллекции бывают разные. Как заточенными вещами, так и не заточенными. Вот, собираем вот так три вещи. Серега ониксового зверя. Хлопковая рубашка. И простые сапоги, которые мы добавили. Мы получим плюс 10 хп. Эта коллекция, она навсегда. Если вы ее соберете, она навсегда. И таких коллекций очень много. Коллекций всего 1237. Но вам не нужно собирать буквально все коллекции. Там, к примеру, если вы маг. Вам не нужно там крит атака в ближнем бою. Или точность в дальнем бою. Тоже вам эти коллекции не нужны. То вам нужно собирать именно коллекции на мага. Вот, к примеру, МДР. Там, уменьшение расхода МП. Вот, крит атака в дальнем бою. Зачем вам это собирать? Доп урон крит атака тоже нужно. Макс хп. Маг крит атака. Если мы закрываем коллекции с выносливостью. Они нам могут дать защиту. Восстановление хп, макс хп. С 20 уровня у вас появляются такие навыки. Которые вы раскидываете. Первое, что вы упираетесь, это в интеллект. До 49 уровня у вас просто будет кап на 49 уровне. И вы больше не сможете дальше кидать. После 49 уровня вы переключаетесь на МДР. МДР это восстановление МП, сопротивление умений, увеличение урона от умений, эффективность лечения. Макс МП. Ну а интеллект это, соответственно, МАХ урон, МАХ точность, МАХ крит атака, сопротивление урона от умений. Вы бустите себя в МАХ атаку, чтобы быстрее убивать мобов и больше фармить адены. Так, давайте я еще расскажу про скиллы. Давайте про магические скиллы. Про синие, то дальше я буду рассказывать. Давайте про зеленые скиллы. Их достаточно мало. Скиллы, которые вам дадут при старте игры. Сразу же вы там проходите квест, вам дают книгу, вы изучаете. Стоит 1к, стоит 2 МП. Время перезарядки. 5 секунд. 1 сольшот. Сольшоты, да. Давайте еще немножко остановимся. Вот есть сольшоты. Но сольшоты это бесполезная вещь в начале игры. Потому что сольшоты нужно выкачивать в печати души. Видим вот такие вот печати души, которые дают вам статы. Они выкачиваются за кристаллы. И за улучшенные кристаллы. То видим, что заряд с уроном души, если вы будете заряжать, дает 0. Плюс 0, плюс 0, плюс 0, плюс 0. Напишите кто-то в комментариях, кто знает. Возможно, просто заряд души там увеличивает, может быть. Вот на моей основе сейчас 6 уровня сольшоты. Они дают плюс 25% урона с зарядом души. Доп урон крит атаки, точность от заряда души, урон от оружия. Плюс 5. Доп урон в пвп плюс 1. То очень неплохо. На 25% увеличивают урон. А в начале, ну и они дорогие. В начале они очень дорогие. Это когда вы там будете уже фармить. И с мобов будет выпадать хотя бы по полторы тысячи аден с одного. Тогда их выгодно уже включать. Хотя бы там 4 уровня забущенные соски. А на первых уровнях их, ну, вообще уберите их и не покупайте. Забудьте про них. Вот удар ветра. Стасывает магию ветра и наносит целе урон ветром. Он как будто двойной выстрел она делает с ним. Стоит спел всего 2 мп, не дорого. Вот вы будете там не с 4 тычек убивать моба, а с 3 там, ну, на 1 тычку быстрее, то в целом неплохо. Дальше. Движение магии. Этот баф сам на себя увеличение маны. Максим п плюс 10%. Теперь буря. Позволяет быстро атаковать противника слабым магическим зарядом. С определенным шансом снижает сопротивление урону от умений. Можно использовать комбинации с умением буря 2, если оно изучено. Стоит, видим, 10 мп и перезарядка 6 секунд. Тоже хороший скилл, с которым вы будете быстрее убивать мобов. Вот самое бичевание. На первых, вот в начале оно, ну, надо быстренько там пройти квест. Само бичевание и удар пламени, потому что удар пламени, вот видим, откат 1 секунда. И стоит 15 мп, то вы сожрете там за 2-3 минуты мп. Видим, так до удара пламени мы дойдем. Само бичевание это восстановление мп за счет хп. Ставите там где-то кулдаун на 5 секунд. И с синим скиллом боевое лечение, он очень эффективно работает. Но боевое лечение еще нужно достать. Еще я мистический щит не изучил. Сопротивление умением. Это вот такой вот показатель. Сопротивление умения у вас есть. И защита, снижение урона. И сопротивление умений. Защита дает уклонение. Если ее пробивают, то включается снижение урона. И сопротивление умений, оно снижает урон от умений. Я так понимаю. Не буду врать. Я не знаю честно полностью. Что оно именно и как снижает. Кто знает, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну и последний зеленый скилл. Бросает огненный шар, наносящий цели и противников вокруг урон огнем. Цель до 5 врагов. Стоит 15 мп, 1 секунда, 3 салшота. Очень крутой скилл. Вот это ваши скиллы, которые у вас будут в начале. Чтобы их хорошо использовать, вам нужно восстановление мп. Это за определенное время. Там, к примеру, каждые 20 секунд восстанавливают 21 мп. Чтобы себя чувствовать комфортно, надо хотя бы 60. Чтобы у вас было восстановление мп. Итак, чтобы скрафтить кармиан, мы уже видели. На каждую вещь нам нужно 3 улучшенной ткани и 3 кожи. Где добыть эту кожу? Мы поняли, что... Вот нажимаем на локацию, смотрим. Вот видим, тут выпадает кожа. Детеныш, рыскающий дикого вепря. Рыскающий дикый вепрь. Вот с них выпадает кожа. Но нам нужна ткань. А ткань выпадает с паучков. Поселение Ящеров Ланг. Оставить на ночь вашего персонажа. Так как недавно у нас появилась игра без подключения к сети. Видимо осталось 5 часов 51 минута. Вы можете играть теперь без подключения к сети. Вы отправляетесь на этот пляжик. Видим, тут есть паучки, с которых падает ткань. И кожа. Вот ставим на такую локацию. Вот я сейчас вам покажу. Ищем локацию с паучками и вот кожаными такими динозаврами. Вот видим паучки. Вот паучки. Вот. Ставим на ночь ее. И она вам до утра нафармит ткани и кожи. Но есть проблема. С них также падают вот разные вещи в коллекции. И они могут вам забить ваш инвентарь. Чтобы этого не случилось. А, да. Еще совет. Такой небольшой совет. Вот заходим в настройки. Ищем раздел вывод информации. И выключаем тряску экрана. Если она присутствует. Потому что это песец. Поначалу оно прикольно. Но потом, конечно, оно начинает просто уже у вас в голове. Где-то тряске экрана происходить. Выключаем тряску экрану. Так, дальше. Переходим в бой. Настраиваем нашего персонажа. Вот, подбор. Вот, подбирать. Выброшенные другими. Тоже выключаем. Потому что ваш персонаж может случайно побежать. Подобрать вещь. И стать кому-то под масухи. И умереть. Раздел самый нижний. Который нам нужен. Автоматически разбирать предметы. Когда вы играете не в АФК. Вы выключаете его. Чтобы она могла выбивать разные вещи. Или вы их продаете на аукционе. Или добавляете в коллекции. Вот, видимо, если включить эту функцию. То она будет автоматически разбирать обычный и высокий ранг. Это, получается, белые и зеленые вещи. Для разбора нужны вот такие вот. Вот такой вот растворитель. При разборе белые вещи вам дают 10 кристаллов. При разборе зеленые вещи 100 кристаллов. Ну и дальше по возрастающей. При разборе синие вещи 1500 кристаллов. Ну, смотря какая вещь. И вот такой растворитель стоит 1500 аден. Покупаем зелье ускорения. Зелье восстановления и субмандрагоры. То, что субмандрагоры нам дает мах урон. Также с АЕ покупаем. Свиток легкости. Свиток легкости нам даст возможность больше брать предметов. Это относится к банкам хп. Свиток защиты плюс 3 физзащиты. И... Чтобы вот это постоянно не выставлять. Вот, к примеру, там у меня 300 банок того, там 10 того. Там 5 того. К примеру. Да? Вот 5 item. Она не может выставить то, что у меня нет адена. Вы заходите в настройки. И выбираете количество предметов, которые вы хотите. И когда вы вот это повыбирали тут, выставили себе количество предметов. Вы нажимаете... Авто торговля. И оно автоматически вам добавляет... Вот, к примеру, у меня 487. Вот, 482 баночки. Если нажму авто, то оно мне дополнит до 700 этих баночек. Но как я не могу купить, у меня нет адены. Я не могу себе дополнить. Опачки. Что-то прошел мне квестик, да? Опа. Уже могу купить. Ваша основная задача не в АФК. Что вы должны делать? Потому что за основное задание дает очень много опыта. И аден. Первая очередная задача это добраться до 40 уровня, чтобы начать торговать на аукционе. А чем торговать, это вы уже решите сами. К сожалению, я этого не буду раскрывать и рассказывать. Потому что я себе буду в убыток. В убыток к тем людям, которые бустятся за счет аукциона. Знают, что продается. Что покупается. Ходовые товары. Но я могу сказать, что ходовые товары это коллекции. Во, о. Вот, коллекции. Я выставил первые коллекции, которые нам нужны. Которые нужно закрывать. Мы можем посмотреть даже, сколько стоят. Вот. Можно отправиться вот за такой книжкой. Добывать вот такую книжечку. Видим, 52 алмаза. Вот такая книжка. Очень легко. Коллекция из книг. Давайте посмотрим, где она находится. Это. Охота на монстров. Логово Антараса. Долина Ящерова. Не, отправимся мы добывать эту книгу. Ну, короче, вы принцип поняли, да? Смотрим. Вот, по 15. Видим, по 15. Значит, эти книги покупают. Раз они по 15. То что, минимальная ставка на аукционе. Это даже по 10. Вы можете выставлять. Вот, к примеру, вот такие книги. О, по 29 книги. Давайте посмотрим, где выбиваются. Охота на монстров. Равнины Диона. Супер. Вот. Можно отправиться на равнины Дионы. Выбить вот такие книги. И потом их на 40 уровне продать. И купить себе боевое лечение. Потому что боевое лечение вас бустанет неимоверно. Книга магии. Видим, боевое лечение 42. Стоит. Основные коллекции. Это вес и урон. Защита. Доп урон. Двойной урон. Урон святостью. Урон тьмой. Весь урон. Суммируется. То. Не думая, что там урон. У тебя нет скиллов на святость. То. Все равно урон святостью. Если. Можно. Закрыть такую коллекцию. Закрывай. Он будет суммироваться. Там. Общее. Получается идет. Короче. Он плюсуется. Чтобы хотя бы начать в логове Антароса. На первом этаже фармить. Нормально. Тебе нужно 65 плюс точности. Вот землях казненных. Хранилище трупов. Тут с мобов выпадают элэсики. Видим зомби. Кристалл жизни. Очень неплохо. Кристаллы жизни. Тоже можно там собирать. И продавать на аукционе. В первую очередь. Кристаллы жизни. Тебе нужны. Чтобы ты. Увеличил статы. Своих вещей. Ну. Думаю. Достаточно интересного. Рассказал. На первое время. Про локации. Давайте. Еще про локации. Не рассказал. Самая крутая локация. Для вас. Будет это. Муравейник. Блин. У меня даже адены нет. Если. Еще давайте скажу. Если вам будут попадаться синие. Вот такие. Вот такие фрагментики. Вам нужно скрафтить. Вот такой посох духов. Дерево мы знаем. Где выбивать. Дравоценный камень. Падает. Муравейники. Как раз. И вот. Нам нужно добыть. Вот такой рецепт. Будем развивать персонажа вместе. Пиши комментарии. Ставь лайки. Задавай вопросы. Я тебе расскажу. Все интересное. Ну. Давайте сделаем акценты. Ваши акценты. Это прохождение основного квеста. Собрание. Кармиан сета. И хотя бы. Посох жизни. Это для начала.